Категория до 75 килограммов. Рефери в ринге Андрей Никуленко. Встречаем участников. В синий угол ринга боец с острова Куба. Ослейс Иглесиас. Следующий поединок в среднем весе, друзья, до 75 килограммов. Поднимается за сборную мира кубинец Ослей Иглесиаса Стронада. Чемпион Кубы 15-16... ой, простите, серебряный призер чемпионатов Кубы 15-16-17-го годов. Он участвовал в недавней матчевой встрече Россия-Куба. Встречался с Глебом Бакши, который сейчас тоже выйдет в ринге, и уступил тогда Россия-Ину. Таким образом, мы сейчас будем с вами наблюдать своеобразный реванш. Удастся он кубинцу или нет? Посмотрим. Мы are the champions! Итак, вот он. Ослей Иглесиас Стронада. Здравствуйте, у Галаринга! Боксер из России, представляющий Кемеровской области, Республику Крым. Встречайте! Глеб Бакши! Глеб Бакши. Из Сильфероболя. Бронза на чемпионате России 17-го года. И золото на последнем первенстве нашей страны. Вот он, Глеб Бакши. Замечательный боксер. Еще раз скажу. На матчевой встрече, которая проходила совсем недавно с кубинцами, он сегодня с чемпионата соперника обыграл. Ну и такое яркое, зрелищное начало продемонстрировали у наших бойцов. В первых двух боях, что хочется пожелать Глебу, чтобы он поддержал это. А он это может сделать. Он в хорошем настроении, так же, кстати, и пожелал ему удачи. Главный тренер сборной России. В интервью перед этой встречей Глеб Бакши говорил, что я уже не один раз побеждал кубинцев. И для меня кубинцы это уже не то грозное имя, как обычно. Поэтому готов мы их побеждать и в предстоящей матчевой встрече. Я думаю, что тоже Глеб нас не должен разочаровать. Тем более соперник уже известен. Представляем участников боя весовой категории до 75 килограммов. Синий угол ринга. Боксеру 20 лет. Рост 188 сантиметров. Вес 74 килограмма 600 граммов. С острова Кубы. From Cuba. Oslis Iglesias. Красный угол ринга. Боксеру 23 года. Рост 182 сантиметра. Вес 74 килограмма 600 граммов. Чемпион России этого года. Представляет республику Крым и Кемеровскую область. Глеб Бакши. В ринге Андрея Никуленко. Глеб Бакши 23 года. Но несмотря на эту молодость, он все равно просто на три года своего соперника. Кубинцы, мне кажется, так же, как и тайцы, начинают боксировать в 6 лет. И на большие ринги уже выходят в 9. Бокс. Снова у нас левша против нашего спортсмена. Поддавливает тут же Глеб Бакши. Длинные очень руки. О, он с лестрады. Здесь придерживает за руку он сейчас Глеба. Пытался подловить апперкотом Острада. Бакши успел среагировать. Хорошо, сейчас Кубинец ушел от атаки Глеба. Не дает пока Глебу подойти на свою дистанцию. Здорово, корпус, голова. Глеб Бакши. И опять заставляет Кубинца оттягиваться подальше. Кубинцу самому выгодно оттягиваться подальше. Да, это да. Ну, правда, иногда он оттягивается слишком далеко и просто молотит по воздуху. Хорошо. Отсоет крепость. Корпус надо пробивать, надо, потому что Игрессия с лёгой на ногах. Неплохо сейчас снизу попадает Игрессия. Снова атака Бакши. Хорошо уходит Глеб. Он клоняется, придержав немного соперника, пробивает по корпусу. Но, надо сказать, что эстрада с их недавней очной встречи тоже прибавил. Именно в плане изучения Глеба. Ну да. Что он сделал? Выводы. С того боя. Вот это давление Бакши работает более расслабленно, больше двигается. Бакши неплохо вкладывается удар. Вот сейчас хорошая серия боковые. Бакши главное оставаться вот ближе чуть на среднюю дистанцию. Чуть ближе, чем на среднюю. Здесь у него вот эти силовые удары начинают срабатывать. Второй раунд. Очередное предупреждение после эстрады за то, чтобы не удерживал соперника. И что тут же рванулся вперед Глеб Бакши. Как только отречея из прямых ударов. Вот подошел, снова туловище. Правильно делает. Туловище надо бить как можно сильнее. Обездвижить надо соперника. Низко подсел Бакши. Но, правда, скользко один удар пришелся ему по голове. Не критичнее. Да, и ответа как раз не хватило немного Глебу. Потому что переждал, перестоял этот момент и ушел после эстрады. А вот хорошо сейчас подловил на смещение сторону. Пытался эстрады опять-таки удержать Глеба. А тут он взял и развернул. Причем не один раз получилось. Глеб пресекует, но когда на такой пресеке ты не лишаешь пространства с отверстика. Что-то такого легкого эстрады. Надо силы распределять, чтобы точно не экономить. Ну, здесь тяжело, конечно, забереть эстраду. Ну, холдим, холдим. Потому что очередь вышла быстро на ногах и хорошо чувствует ритм. Живот вроде бы был рядом. Тут же оттянулся, сейчас почувствовал канаты. Опять-таки сменил направление движения. Ну, и периодически, да, вот так вот держит одной рукой эстрада влево. Влево. После стоп, и там два раза, по-моему, в бедро даже удалил. Урод Гасев, кстати, появился у нас сейчас за спинами. Пришел тоже посмотреть. И уже, кстати, без лангетки на плече. Восстанавливается травм. Длинный джек после эстрады. Сложно бой. Но мы предполагали, что он так и любует. Здесь секунд до гонга. Боковой пробустил сейчас наш боксер. Да, пытается вырвать концовку. Хорошо отработал по корпусу. Большим количеством ударов. И все. Можно идти на перерыв. Аплодисменты. 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 Большим количеством ударов. Ну вот, кстати, и Мурат Гассиев у нас на экране, рядом с молодыми фанатами. Да, и еще они до себя увидели, тоже на большом экране уже. Ну, мы продолжаем третий раунд. Глеб Бакши против после эстрады. Бросается вперед на Глеб, но кубинец очень хорошо защищается, встретил прямым, потом подставил плечи. И снова право прямое в исполнении эстрады доходит до цели. По-прежнему, легок, пластичная эстрада. Ох, апперкот, как я пропустил, отшилет. Всполнение кубинца. Тут же пытается Глеб реабилитироваться за пропущенный удар, прихватил соперника. Но клинч, да, только клинч. Да, только клинч. Листен ту мэй канэм. Листен ту мэгэм, брэк, стэй бэ. Бокс! Не, увлекается еще, не всегда. Ну, завелся, бомбши, да, завелся. Надо осудить голову немножко, потому что это ни к чему. Он пропустил тот удар, бросился тут же отыгрываться и включил голову как следует. Глеб реабилитироваться за пропущенный удар. Плохо, прямые, в туловище. Ну, посмотрите, кубинец уже не бывает. Два мощных боковые. И бокси начал принимать для себя вот эти удары, чего раньше не было в первых двух раундах. Сейчас убирается головой в эстраду, наш спортсмен. И опять-таки, вот четко, буквально на границе, челюсти и перчатки пробивает он с эстрадой. Тем самым смещает перчатку вниз и врубается в удар. Вот слева неплохо попадает бокси. А вот так, между перчаток. Нащупал свой ритм, такое ощущение у вас в эстраде. И он уже не ходит, он уже не включает так ноги, как до этого. Он принимает вот эту драку в середине ринга. И довольно успешно бывает. Бокси начинает проседать функционально. Потому что смотрите, насколько он медленнее стал. И сейчас не столь стремительные его атаки. И так много он их вообще выбрасывает. Задумывается. Спокойно так отошел, глядя на соперника эстрада. Вот оттянулся, не попадает бокси. Корпус, голова, хорошая комбинация. Стоп! Сюда, сюда. Бокси! Держи, 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 держи. Уже в который раз вот эти серии продлевают в каждом раунде бокси. Боковые по туловищу, но на движение эстрады никак не влияют. Пока. Да, такой неприятный раунд для Глеба, конечно. Вот эти апперкоты вам пропустил. Апперкоты его очень чувствительные. Ну и смотрите, да, сейчас показывают там как раз угол Глеба. И там много ссадин уже у него на лице. Нахватался, да? Смотри, вот этот джеб. Где у него здесь апперкот? Нет, здесь пока он Глеб попал, а вот этот апперкот очень чувствительный. Да, Глеб сейчас сделал выводы, чувствуется, после того поражения. Как все кубинцы, всем видом своим подчеркивают такое, выражают невозмутимость. И здесь сейчас снова принимают ближний бой и уходят. Все, это неплохо, но, правда, защита у Иглесиаса была на месте. Апперкот боковой. Да, отходим. Два удара и меня сейчас пробил. И смотрите, я сейчас снова начинаю поджимать. Да, правый берегон прошел, тут же пробил по корпусу, разбит нос у Глеба. Вот сейчас опасный правый боковой выбрасывал Глеб. Ну, уже не от той резкости. Да, так получается, что он потужно уже проводит свои атаки. Стой, бэк! Да, вот здесь было опасно. Апперкот не проходит. Вот здесь, да, тоже необязательно удар покрытили. Столкнул так перчатку сначала, потом попал. Пересылает. Низковата провел бакши. Защита на месте сейчас. Обычно после этого Глеб проводит вот эту серию боковых суловища. Но они никак не проявляют. Обкубиться. Да, сейчас, сейчас. Бабы, тыс, бэй, тыс. Бабы, тыс, бэй, тыс. Бабы, тыс, бэй, тыс. Бабы, тыс, бэй, тыс. Бабы, тыс, бэй, тыс, бэй. Апперкот боковой. Ну и Глесси сейчас явно выигрышней смотрится в четвертом раунде. Опять-таки Джеб пропускает бакши. Побежал вперед. Так же реабилитироваться за этот удар. Ну и просто толкнув головой соперника сейчас отъедет его назад. Вот так вот. Здорово. Правый боковой, тоже смещение, не дает возможности просто он Глебу ответить. Тупо, нахуй. Да, очень мощное выступление. Плюс к тому же Барши не может справиться со своими эмоциями. Ну, тем более, когда он очень азартный. Хорошо начал, да. И здесь сейчас, когда получается небольшой перелом в сторону после эстрады, будет сложно. Ну, друзья, так же за боксом еще можете следить в наших официальных сообществах ВКонтакте, телеканал Матч Боец и Матч Боец Офишал в Инстаграме. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, пожелания. Мы их все читаем, учитываем. И будем рады вас всех видеть. Матч Боец. Это специальная группа ВКонтакте и Матч Боец Офишал в Инстаграме. Ну что, пятый заключительный раунд. Эстрада, поймав свой темп, сейчас продолжает вот так вот останавливать. Просто джебом останавливает Глеба. Да, тут уже в атаке постоянно кувениц. Да, насколько поменялось, когда он работает первым номером. Мы наблюдали, как он сначала стал в центре ринга в предыдущем раунде. Стал принимать ближний бой довольно удачно. А сейчас вообще пошел вперед. Чувствуется, что у Иглеси была тактика, он ее исполняет. А у Бакши, вот, похоже, паном Бене. Ну, может быть, да, на фоне предыдущего выступления подумал, что, да, кто такой Иглесиас. Я его уже побеждал. Ну, не доцепляет, но не доцепляет, а доцепляет соперник. Опять-таки джебом на смещении подлавливает эстрада нашего спортсмена. Бакши злится. Это чувствуется. Да, здесь как раз нарушение правил его, как Глеб сделал, этот удар. Сильное рассечение открылось у Глеба. Заткручительная минута пошла. Боя. Иглесис по-прежнему на ногах хорошая. Бокровое, Бакши, опять серия. Ну, здесь серия вся пришлась по локтям и достаточно легкая была. Поджимает 30 секунд, пытается забрать Глеб Бакши концовку. Но эстрада особо лишнего не пропускает. Нагло, он растет. Размен сейчас пытается подраться. Глеб с ним откровенно набегает на соперника. Пропускает мимо себя этот удар эстрада. И все, гон. Бой окончен. Эстрада победно вскидывает руки. Ну, действительно, закатил он сражение самое настоящее. С Глебом. Вот тут и рассечение сзади. Больше эстрада говорит то, что он сумел перестроиться по ходу боя. И быть как-то число эффективным. Как вы знаете. Приглашается олимпийский чемпион Рахим Чарькиев. Ждем Рахима Чарькиева, который выйдет награждать победителя этого поединка. Чемпион Пекинской Олимпиады. Рахим Чарьякова. Даже их в очках уже так синдро выглядел. Сене вымешнило. Страхим. Итак, слушаем внимательно, что же решили судьи. Победу раздельным решением судьи обижал. Ослис и Глиссио! Вы ожидали такой результат. Раздельным решением, но тем не менее, вобеду отдали кубинскому боксеру. Своеобразный реванш состоялся. 2-1 теперь. И Рахиб Чехтиев будет награждать бойцов. Все, выходите. Ну, конечно, тяжелый очень бой. Сборная мира сокращает разрыв. 2-1 становится счет матча. Сборная мира сокращает бойцов.